Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово, сегодня хочу читать очень интересное слово. Интересное слово из первого послания Иоанна, 4 глава, 12 стиха. Бога никто никогда не видел, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь Его совершенная в нас, что мы пребываем в Нем и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам Духа Своего и мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем Миру, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Богу, веровали в нее. Бог есть любовь и пребывающий в любви, пребывает в Боге и Бог в Нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершения в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Очень сильное слово вот о любви, опять о любви. Так много говорит Иоанн о любви. В Боге любовь, если мы пребываем в Боге, любовь пребывает в нас. Любовь, она бывает совершенная. То есть она бывает немножечко любви в человеке, а бывает совершенная, переполняющая его через край. И все это, так сказать, происходит, потому что ты пребываешь в Нем. Прочитайте внимательно. Если мы пребываем, что пребываем мы в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа своего. То есть мы пребываем в Нем, Его Дух, Он в нас как-то действует. Он нас наполняет, мы Его чувствуем, мы Его слышим. Мы, так сказать, под влиянием этого Духа живем, действуем. И мы знаем, что это Дух Божий в нас. Не просто что-то, какие-то эмоции нас наполнили, а Дух Божий. И это связано, так сказать, сразу не только вот, ну вот что Дух Божий, а что Он собой из себя представляет. Не знаем мы, любовь из человека выходит. Он, так сказать, желает, так сказать, делать доброе в этом мире, потому что Бог его спас. И что интересно, вытесняется весь страх. Страх, боязнь перед завтрашним днем, боязнь за близких, если что-то случается. Боязнь, если болезнь приходит, а что будет дальше, а как мне быть, или старость придет, как же мне жить дальше, боязнь. Нет, любовь вытесняет страх. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Интересно, какая-то боязнь за что-то, наверное, у каждого из нас была. Я помню, шел на экзамен, переживал, да, вот, ну, трепетал, потел, так сказать, переживал, просил Бога помочь мне. То есть какие-то переживания всегда будут у нас, или идешь где-то на какую-то ответственную встречу. Ты думаешь об этом, просишь Бога благослови, потому что мы все живем во плоти. И, так сказать, вокруг нас, ну, вот все такое, как и всегда, и во всех. Но в христианине любовь она преодолевает. Она преодолевает. Нет, Господи, я знаю, ты мне поможешь. И даже если тот же экзамен провалился, то ты опять находишь в этом какую-то, какую-то доброту, что-то случается. Не знаю, когда я слышал, что человек приезжает, прибегает на поезд, вот чуть-чуть опоздал поезд, ушел, он так переживает. Потом проходит время узнать, что этот поезд где-то столкнулся с другим поездом, произошла большая авария. Бог его предостерег, хотя он опоздал, билет пропал, какие-то деньги потерял, но его жизнь сохранилась. А сколько раз в жизни мы, и не знаем, мы, так сказать, и не знаем, что Бог нас сохранил. Просто он ведет нас, оберегает, потому что любовь его в нас. А там, где страх, и когда ты под действием страха, ты начинаешь всякие новости постоянно слушать, ты начинаешь постоянно слушать о страхе, потому что ты живешь им, и тебе, так сказать, больше надо знать о людях, которые вот в этом страхе живут. Нет, мы живем с Господом, нам наоборот надо знать о тех людях, которые побеждают страх, в которых, так сказать, много любви и любовь, не просто любовь, но совершенная любовь наполняет их. И в этом изюминка, в этом красота, так сказать, Божьего служения, что мы не просто сами по себе, но Дух Божий живет в нас, и Он наполняет нас своей любовью и изгоняет страх, потому что в страхе мучение. Конечно, я уже видел картины, когда люди очень боятся, когда они, ну, совсем, так сказать, теряют разум, они, так сказать, настолько под воздействием страха, это тогда понятно, это слово. Но когда, казалось бы, такой небольшой страх в тебя входит, и ты, так сказать, боишься мнений людей, например, а что скажут они, если узнают, что я верю в Бога? А что скажут, если я вот скажу, что Иисус мой Господь, я люблю Его, там кто-то посмеется надо мной, кто-то еще, такой вот, ну, мелкий страх, но он тебя постоянно сужает, ты не можешь откровенно говорить, ты не можешь свободно с каждым человеком жить вот тем, что тебя наполняет, тебя наполняет Иисус. Ты хочешь об этом говорить, ты говоришь об этом радостно, а кому-то это уже слишком много, что ты опять про этого Иисуса говоришь, но ты говоришь, потому что ты спасенным, ты ощутил любовь, и не просто любовь, но совершенную любовь. И это так сильно, и так прошу, Господи, каждый, кто слушает эти слова, не дай, чтобы просто они прошли мимо Него, но чтобы страх покинул это сердце, и чтобы в конце концов ты, Господи, вел по жизни, да будет имя Твое прославлено. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok